Здравствуйте! В эфире Азов-Инфо-Спорт в студии Александр Истомин. Азовская команда Дончанка стала финалистом первенства России по футболу. К этой победе спортсменки шли три года. Буквально один шаг отделял их все в это время от первого места. И, наконец, 2016 год стал для нашей команды решающим и результативным. Долгожданный кубок привезла команда Дончанка на Азовскую землю. Наши спортсменки приняли участие в финале первенства России, которое проходило в Крымске с 4 по 14 ноября. Наряду с нашими футболистками за первый приз боролись еще 11 команд. Мы третий год боремся с Енисеем за первые места. Повторение трех лет по ряду. Если в 2014 году мы им проиграли по пеналям, в прошлом году мы их обыграли по разнице забитых пропущенных, в этом году мы доказали, что такие же сильные. Мы в очной ставке обыграли их 2-0 и стали победителем первенства России. Автором обоих голов решающей встречи стала нападающая команда Кристина Чичкала. В ее арсенале за 10 лет накопились десятки забитых голов. И каждый по-своему дорог, отмечает молодая спортсменка. Каждый гол, да, это безусловно радость, но смотря зависимости от игр, допустим, финальный решающий матч, это был, наверное, самый лучший гол за всех. Во время чемпионата я еще забивала голы, но этот был самый классный. По итогам первенства золото у Дончанки, серебро, соответственно, у Енисея из Красноярска и бронзовая медаль у москвичек из команды Чертанова. Данная победа дает Дончанке все шансы выйти в высшую лигу. Вопрос только в финансовой составляющей. Сейчас будем обсуждать с руководством Министерства спорта, с администрацией Ростовской области. Все зависит сейчас от них и от финансового достижения. Поэтому сказать, что в дальнейшем, то, что мы в первой лиге всегда можем участвовать, это не вопрос о выходе в высшую лигу, там все зависит от финансов. Сегодня у спортсменок несколько дней на отдых, но расслабляться особо некогда. Впереди ждут еще новые чемпионаты и первенства. Екатерина Четверикова, Александр Истомин, Азов.Инфо. С 10 по 12 ноября в городе Волгодонске проходили областные соревнования по спортивной акробатике. Азов представляли 14 юных спортсменов. Семеро из них стали чемпионами. Подробности в следующем сюжете. Большой успех одержала команда юных спортсменов отделения спортивной акробатики детско-юношеской спортивной школы номер 2 на областных соревнованиях, которые состоялись в Волгодонске. Семеро из 14 акробатов завоевали титул чемпионов области. Остальные заняли четвертые места. Женская группа работала по разряду мастера спорта. Возрастная группа 12-18 лет. Тут они из трех составов заняли первое место. Имена чемпионок – Сирануш Асатрян, Юлия Скрипка, Элеонора Близнюк. Мне кажется, мы лучше подготовились наших соперников, оказались сильнее, профессиональнее. Также заняла первое место мужская пара у нас по первому взрослому разряду. И смешанная пара заняла первое место в своем виде по первому взрослому разряду. В составе смешанной пары – Вероника Шевченко и Никита Морозов. В составе мужской – Леонид Луговой и Владимир Рученко. Соревнования пришли отлично, я доволен. Ребята продолжают тренировки и надеются успешно выступить на соревнованиях всероссийского уровня. Мастерская тройка готовится у нас сейчас, мы готовимся к поездке на всероссийские соревнования в город Киров. Они будут проходить 27 ноября, там будут два соревнования всероссийских, вот мы хотим поехать туда, постараться выполнить нормативы мастера спорта. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Сотрудники городской администрации сдают нормы ГТО. Свои рекорды в сфере готовности к труду и обороне чиновники начали со стрельбы и бега. Сдача нормативов ГТО мы начали со стрельбы. Первый, конечно, у нас глава принял участие, замы, и за ним последовали все остальные. Суббота 12-го мы бег, у нас дальше плавание и другие нормативы. Нормативы все от возраста, от возрастных категорий, все нормативы. Каждый для себя смотрит, регистрируется на сайте ГТО и может приходить и сдавать. Это все новости спорта на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова